Протесты в Перу. Президент Дина Балуарти отказывается уйти в отставку на фоне политического кризиса митинг. Привет всем, кризис президент Перу Дина Балуарти исключила возможность отставки, заявив, что это не решит политический кризис, вызванный отставкой ее предшественника Педро Кастиле. Президент Балуарти вновь призвала Конгресс утвердить досрочные выборы как способ обуздать уличные протесты, Конгресс отклонил это предложение. Демонстранты, поддерживающие Гена Кастиле, хотят ухода Гежи Балуарти, а также досрочных выборов и закрытия Конгресса. Перу пережила годы политических потрясений, и последний кризис достиг апогеев, когда Ген Кастиле объявил о распуске Конгресса и введении чрезвычайного положения. Но Конгресс подавляющим большинством голосов проголосовал за импичмент. Драматические повороты политического кризиса в Перу последний призыв президента Балуарти к выборам последовал за переговорами на высоком уровне перуанских политиков и церковных лидеров. Государственный совет, орган, состоящий из представителей всех ветвей власти, и церковные лидеры провели трехчасовую встречу в столице страны Лиме. После встречи в пятницу вечером глава Национального совета юстиции Хосе Авило призвал перуанцев и вести мирный диалог с властями. Он сказал, что министры правительства будут ездить в районы, где люди протестуют, чтобы способствовать такому диалогу. По данным органов здравоохранения, в результате столкновений в четверг между армией и сторонниками Кастиле в центральном районе Аякуча на кадрах в социальных сетях видно, как протестующие блокируют основные дороги и аэропорты. Всего несколько часов спустя министр образования Патрисия Кореа заявила, что уходит в отставку. В сообщении в Твиттере в пятницу она написала, что соотечественников не имеет оправдания и что государственное насилие не может быть непропорциональным и приводить. Министр культуры Хаир Перес также подал в отставку. Протесты также затрагивают туристическую отрасль страны. Маркуско сообщил информационному агентству АП, что около 5000 туристов застряли в городе после закрытия аэропорта, когда протестующие попытались штурмовать терминал. Город является воротами в Мачу-Пикчу, древнюю цитадель инков, которую ежегодно посещают сотни тысяч человек. Около 800 туристов также застряли в маленьком городке у подножия горы, где стоит цитадель, потому что железнодорожная ветка, которая ее обслуживает, остановилась. Сообщается, что некоторые туристы, в основном американские и европейские, покинули город пешком по железнодорожным путям, пытаясь вернуться в Куско. Подпишись на канал.